Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В Западной Армении сказочная зима. В Ване почтили память убитых трех женщин-политиков. Рохани предложил Родогану создать фронт против Соединенных Штатов. Меркель и Путин в России обсудят ситуацию на Ближнем Востоке. Financial Times выделил Армению как туристическое направление номер один в 2020 году. Почему армяне празднуют Рождество 6 января? Наступление 2020 года не помешало суровой зиме взять под свой контроль всю территорию Западной Армении. Белый снег покрыл всю территорию толстым слоем, что в некоторых местах вызвало закрытие дорог. Многие населенные пункты полностью отрезаны от центральных районов. Для интенсивной уборки снега используется специальная техника. Несмотря на трудности, девственный белый снег несет в себе красоту и таинственную чистоту, наполняет души людей радостью надежды, верой и оптимизма. Пусть зима 2020 года будет плодотворной для Западной Армении. 4 января 2016 года в память о трех женщинах-политиках, убитых в селлапи, зажгли свечу, пустив в небо фонарик. Видение при свечах ознаменовало смертью трех женщин-политиков Севдемир, Фатмы Яр и Пакиза-Наир на берегах озера Ван под руководством партии Тевгера «Женщин Азад». Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора призвал своего турецкого коллегу Роджептай Пардогана выработать совместный ответ на убийство командующего силами специального назначения Аль-Кутс Корпуса Стражей Исламской Революции Касема Сулеймани. По его словам, убийство Сулеймани было большой ошибкой, и мы должны совместно реагировать на неразумные шаги и молчание в ответ на действия агрессора, сделать его смелее. Потому что Сулеймани сыграл уникальную роль в борьбе с террористами в регионе, и вы прекрасно понимаете, что он выполнял долг перед регионом и исламом. Роухани добавил, что наше молчание против агрессивных действий может привести к большой дерзости в совершении агрессивных шагов. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить в Москве эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, сообщает пресс-служба президента. Тревел-эксперты Financial Times определили пятерку самых перспективных туристических направлений 2020 года, которую возглавляет Армения. Как сообщается в публикации на сайте издания, количество забронированных в направлении Армении билетов увеличилось на 100% по сравнению с прошлым годом. В стране начнут работать первые лоу-кастеры, связанные с Западной Европой. Райан-Эйр, Виз и Эйр-Балтик планируют запустить рейсы, связывающие Ереван с такими городами, как Милан, Рим, Берлин и Вена, отмечают эксперты. Как считает Financial Times, главная достопримечательность для туристов в Армении – удивительные средневековые монастыри и церкви, многие из которых размещены в живописных горах. К примеру, Гигарский монастырь XIII века высечен в скале и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, так же, как и монастырь в Ахпате и Санаине. Отмечается, что Ереван и Венедельня также очаровывают туристов. Ереван – один из самых бурных и привлекательных городов региона. Большинство людей удивляются, когда их армянские друзья или коллеги празднуют Рождество в январе. Это также касается более десятка православных стран, таких как Россия, Греция и Украина. Когда Армянское Рождество? Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января. В то время как христианство распространилось в Западной Европе, люди праздновали там римский фестиваль «Солис ин Висти» 25 декабря. Вместо того, чтобы конкурировать с уже популярным праздником, церковь просто решила перенести Рождество на 25 декабря и отметить 6 января как праздник Богоявления. Несомненно, сама «Солис ин Висти» была праздником, созданным для того, чтобы заменить предыдущие празднования зимнего солнцестояния или рождения Митры. Но в Армении, в частности, он также имел такую традицию празднования солнцестояния и рождения Митры, рожденного в водах озера Ван между 21 и 25 декабря. Поэтому армянские христиане чувствовали себя вынужденными перенести свое Рождество на 6 января. Первая зарегистрированная дата Рождества, отмечаемая 25 декабря, была в 336 году во времена римского императора Константина. Он был первым христианским римским императором. Почему армянская церковь называется армянской апостольской церковью? Следующий вопрос. Два апостола Иисуса в Арфоломе и святой Фаддей в I веке распространяли христианство в Армении. Из-за этих двух апостолов основатели официальное название армянской церкви – армянская апостольская церковь. Христианство было объявлено государственной религией в 301 году, когда Армения стала первой, кто принял христианство в качестве официальной государственной религии. Православные христиане не отделялись от католической церкви до 1054 года, когда Рождество было перенесено на январь. Таким образом, некоторые православные церкви соблюдают юлианский календарь, поэтому Рождество наступает в январе. Какие страны празднуют Рождество в январе? Армения, Россия, Беларусь, Египет, Эфиопия, Грузия, Казахстан, Македония, Молдова, Черногория, Сербия и Украина. 12 дней Рождества. А 12 дней Рождества – это период, который в христианском богословии отмечается промежуток между рождением Христа и пришествием трех волхвов. Он начинается 25 декабря, то есть в Рождество, и заканчивается 6 января в крещение, которое иногда также называют праздником трех королей. Самый старый собор в мире, Ичмиатинский собор, является материнской церковью, армянской апостольской церкви, расположенной в городе Ичмиатин, Армении. По мнению большинства ученых, это был первый христианский собор, построенный в Древней Армении и считается самым старым собором в мире. Собор был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году и является одним из самых посещаемых церквей в мире. Ухода в собор находится святое копье, также известное как копье Лангина, названное в честь святого Лангина. Копье судьбы или священное копье, известно как копье, пронзившее Иисуса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию комитас тер о горме. Субтитры подогнал «Симон» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры подогнал «Симон»